Чем ближе человек к Богу, тем он спокойнее в своем сердце. Еще раз. Чем ближе человек к Богу, тем он спокоен в жизни. Не имеет значения, он на работе, он дома или он в церкви. Если человек спокоен, несмотря ни на что, значит это результат работы Божьей над его духом, душою и сердцем. Если вы сомневаетесь в стихе из Библии, сблизься же с ним, и ты будешь спокоен. Как многие мечтают об этом, вы даже не представляете. Но они ищут свои пути. Они думают, если бы дети были поспокойнее, если бы муж был помягче, если бы жена была подобрее, я не против. Но истинный покой только в Боге. Сблизься же с ним, и ты будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. То есть оно свалится на твою голову. Благословение умножится. Это особое время, особая благодать и особое переживание. Хвала Иисусу. Запомните еще, уважаемые дети Божьи, что воды глубокие, они спокойны и тихи. А воды мелкие, они шумные. И если человек вот такой шумливый, крикливый, послушайте меня, это значит, ну маленький духовный рост. Но шум ничего не производит. Вот смотрите, две вещи вам хочу сказать. Вот, например, идет собрание. И кто-то уснул, к примеру, ну задремал. Вы можете закричать, он проснется. Но он только откроет глаза на мгновение и снова закроет, как только вы начнете говорить нормально. Вы ее можете пробудить, но недодолго. Но когда Бог говорит, Он говорит так тихо, что Он однажды тебя пробудет, и ты будешь наслаждаться общением с Ним. Аллилуйя! Как я просто нуждаюсь, как я ценю этим. То, что я говорю, вам может быть малопонятно. Вы можете сказать, отчасти, знаете, как бы люди старшего возраста, они как бы ближе к покою, к тишине. И вы можете подумать, что это связано с возрастом. Но это связано с Писанием. Особый миг тишины. Лермонтов писал, как прекрасен миг тишины. Это человек неверующий. А теперь послушайте, как в церквях действует Бог. Вот что я верю, что я переживал многократно. Вот когда идет молитва, шумное какое-то время, и потом наступает тишина в молитве. Уважаемые христиане, я хочу всем сказать, никогда не бойтесь тишины. И не пытайтесь просто шуметь, а просто наслаждайтесь этим временем и тишиной. И когда люди совершенно спокойные, даже на молитве, они начинают, они способны слышать Бога. И когда Бог начинает говорить, тогда вот вдруг кто-то начинает плакать. Вдруг кто-то начинает говорить свидетельство. Бог начинает действовать, во-первых, потому что было очень тихо, а во-вторых, мы дождались, мы дали Ему шанс что-то нам сказать. Иначе бывает так, мы просто пошумели, и на этом все. Но мы должны наслаждаться общением. У Бога есть что сказать каждому из вас. И есть особое благословение, когда наше сердце спокойно. Сближься же с Ним, и ты будешь спокоен. Если вам покой только снится. Послушайте, если вас все и все раздражают, я хочу вас просто убеждать Словом Божьим, они здесь ни при чем. Проблема здесь. И пока ты не успокоишься внутри, никакие люди, никакие благоземные тебе не помогут. Но склоняйся к груди Христа, отдыхай в Его присутствии, наслаждайся Его покоем. В этом есть истинное благословение и счастье во имя Иисуса. Следующее. В тишине мы можем слышать Бога. Я отчасти об этом уже сказал. Мы способны слышать Бога только, когда наше сердце спокойно. То есть Бог не работает среди шума, суеты, крика. Он ждет, когда ты успокоишься. Он вразумляет, посылает мысли, дает правильное руководство, когда человек абсолютно спокоен. Аллилуйя! Вот, например, если у вас есть муж неверующий, такое бывает. Беда. Оказывается, даже его спасти можно. А как можно его завоевать? Как его можно пленить? Как его можно обратить к Богу? Оказывается, надо быть невероятно красивым, в нетленной красоте, еще кроткого и молчаливого духа. Это любого грешника сразит. Аллилуйя! Беда там, когда человек вот в церкви молится, Господи, спаси моего мужа, а дома постоянно вразумляет, а он не слышит. Просто не тон-тон, интонация не та. Есть особо, надо настроиться на вот такой уровень духовного общения, когда человек способен слышать. Поэтому надо что-то понизить, звуки какие-то, тона, мотивы поменять. Вы поняли меня? И тогда можно спасти, помочь можно любому человеку. Почему? Потому что, например, мятежное сердце, оно неспособно неправильно видеть, неправильно слышать. Все. Вот неспокойное, мятежное сердце теряет эту способность. Сейчас вы увидите еще один стих из Библии. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, но они не видят. У них есть уши, чтобы слышать, но они что? Не слышат. Почему? Потому что они дом мятежный». Я всегда, когда читаю это, для себя вспоминаю вот этот стих. «А он мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой». Там нету никакого покоя, но он мятежный, поэтому постоянно ищет новых бурь, приключений и так дальше, и так дальше. Послушайте дальше. «Ты же Сын человеческий, и изготовь себе нужное для переселения. И среди дня переселяйся пред глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их». Может быть, его не уразумеют, хотя они дом мятежный. То есть, Библия говорит, есть люди, для которых слова уже не доходят. Покажи на самом деле, что ты собираешься на небо, что тебя земные ценности мало волнуют, что твое жилище на небесах – это особое благословение жизни. И здесь, в этих словах, друзья мои, он заключен как бы особый духовный принцип, он не изменился и сегодня. В чем он состоит? Если в вашем сердце есть бунт против Бога или духовных авторитетов, у вас есть восстание, протест, недовольство, вы никогда не услышите то, что Бог желает каждому из вас сказать. Вы не услышите этих предупреждений, наставлений и так дальше. Потому что ваше сердце, как расстроенная гитара, она издает звуки, но ничего не меняет. Попробуйте сыграть, выйти на расстроенной гитаре, звучать будет. Но это никого не привлекает, никому это не понравится, так точно, если у тебя расстроенный дух. Вы говорить можете, никто вам не может рот закрыть, но это вряд ли поможет, это вряд ли кому-то понравится, это вряд ли увлечет ваш дух или настроит его. Поэтому мы должны над этим особенно работать, потому что нам важно слышать Бога. И есть такое состояние, когда Бог говорит, но человек не способен слышать. А если он не способен слышать, он за пастырем добрым не идет. Потому что идет только тот, кто голос пастыря слышит. А если не идет, то другие пути, это путь в никуда. Это путь к разочарованию, разрушению и смерти. Но овцы мои, они слушают голос, что мой, говорил Христос. Поэтому мы должны постоянно заботиться о нашем духовном слухе. Ну и последнее, я сказал вам, почему важно, как мы можем, почему важно жить в тишине и в покое. А сейчас несколько слов, как мы можем достичь этого покоя и тишины. Первое, что необходимо, усердие. Усердно стараться, чтобы жить тихо. Все. Я не знаю, как вы старательны в этом плане, но без старания никакое дело, хорошее даже дело, не увенчается успехом. Поэтому Павел призывает их, если вы хотите этой жизни, вы должны приложить все свои старания. Послушайте, итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было. Если хочешь, чтобы тебе хорошо было, живи, бери и действуй. Не хочешь, это твой выбор, и за свой выбор ты будешь отвечать. То есть мы должны услышать то, что Бог говорит мне, а потом старательно стремиться, чтобы это все услышанно исполнить. Это принесет результат благословения и жизнь. Пожалуйста, я вас вдохновляю, если у вас до этого момента не все получалось. Временами вы тихие, а временами вы как бурный поток. Временами вы как масло, как елей. Не знаешь, до какой раны вас приложить. А временами вы колючие, как ежи. Кроме как ранить, у вас ничего не получается. Сблизься же с ним, и тогда ты будешь спокоен. Еще одно слово от Бога. Тогда вы выйдете, когда вы сблизитесь с Богом, и будете сопровождаемы миром. То есть мир Божий будет сопровождать вас. Вы выйдете, будьте сопровождаемы миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь. То есть вы другими глазами на природу будете смотреть. Все будет улыбаться тебе. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, а все дерева будут рукоплескать вам. Слава Богу, вместо крапивы вырастет мир. Аллилуйя. Есть люди, как крапива. Вот у нас вроде бы так территория расчищена, в Флориде нету крапивы, чтобы мы где-то пожалились. Но тем не менее люди страдают, потому что есть люди колючие. Есть люди, которые способны так жалить, что таблетки от аллергии не помогают. Вместо крапивы вырастет мир. Должно это произойти. Вместо, как дальше написано? Вместо тернового венца что? Кипарис. Аллилуйя. Вместо колючих будет кипарис. И послушайте, и дальше там написано, и это будет во славу Бога, в знамение вечное, несокрушимое. То есть, другими словами, когда это произойдет в твоей судьбе, велико Бог прославится. И еще, кроме Бога, поменять тебя никто из людей не может. Аллилуйя. Что я должен сделать как человек? Я просто должен в какой-то момент понять эту истину и пасть пред Богом, и сказать, Господи, я крапива. Ты можешь меня убрать, как плевел, но я знаю, что ты меня любишь. И начинай молиться, пока скрапивы не вырастет, как и парис. Мирт. Молись, пока не произойдет перемены здесь внутри. Я объяснял, вот у нас идут прекрасные занятия для новообращенных, для тех, кто желает принять водное крещение. И я им объяснял, вот есть природа свиньи, которую сколько не мой, она будет снова искать грязь. Бесполезно освящать невозрожденного человека. А есть овца, ее можете бросить в грязь, она будет бежать оттуда. Вот где начало христианства. Есть новая жизнь в Иисусе Христе. Аллилуйя. И что надо сделать, друзья мои, что надо, если человек чувствует, что его тянет грех, он должен встать на колени и молиться до тех пор, пока Бог не изменит его сердце. Тогда изменится отношение ко греху, к миру и к дьяволу. Твое сердце воспылает любовью к Богу. Это начало всех начал. Бог не перевоспитывает человека. Вы можете посещать хорошие церкви. Бог не переделывает нас, а перерождает. Природа свиньи – это то, что мы унаследовали от Адама. И это относится ко всем людям. Новая природа – это то, что может дать тебе Христос. Я говорю, единственный момент, когда свинья бывает чистая, это когда ее зарезали. Но потом уже колбаса. Не ждите вот этих критических моментов. Не ждите. Действуйте прямо сейчас. Следующее, как мы можем достичь покоя и тишины? Это мы должны делать свое дело. То есть усердие первое, потом свое дело. То есть надо знать свое дело, его найти и успешно хорошо исполнять. Одна из самых больших неприятностей и бед происходит тогда, когда люди берутся не за свое дело. Это случается на уровне церкви, на уровне общества и на уровне семьи. Не за свое дело. У жены есть свое дело, у мужа есть свое дело. У мужа есть своя ответственность, у жены своя. Если ты берешься не за свое дело, то Библия говорит, если и подвизается, не увенчается успехом, если незаконно будет подвизаться. Никогда не берись не за свое дело. И дело пострадает, и тебе от этого не будет ни пользы, ни толку. Найди свое призвание и выполни его на все сто процентов хорошо. Даже если у тебя один талант, используй именно то, чем благословил тебя вечный Бог. Поэтому должно быть усердие, должно быть свое дело. А что дальше Бог ожидает от нас? Я это проповедую сегодня, друзья мои, что не во многих из нас получается жить тихо. Некоторые живут так, что даже соседи слышат их и стучат или с потолка, или с ближайшей стены, что, пожалуйста, успокойтесь. Нам уже хочется спать. Безусловно, весь шум мы списываем на детей, но иногда мы и сами ведем себя не совсем прилично. Поэтому это важно услышать сегодня. я должен работать своими руками, чтобы достичь тишины. Мы должны работать своими руками. Что это значит практически? В основном это можно объяснить так. Работать надо нисколько языком, как своими руками. почему иногда люди не переживают ни покоя, почему нет спокойной жизни, потому что нет старания, делают не свое дело и не работают своими руками. Но я вас вдохновляю, есть новая жизнь в Иисусе Христе. Работайте своими руками. Не будьте ленивы. Следующий момент. Как мы можем достичь покоя и тишины? Это уповая на Бога. Ибо так говорит Господь, Святый Израиль, «Оставаясь на месте, в покое, вы спаслись бы в тишине и в уповании крепость моя, крепость ваша, но вы не захотели». Если, например, вот ты испытываешь какое-то давление, вот хочется кому-то что-то доказать, объяснить, с кем-то поругаться или высказать свою обиду. Правда, такое бывает? Если, например, вы стали на этот шаг и занялись этим делом, что должен сделать ответчик или вторая сторона? Библия – сила твоя оставаться в покое. Если нету этого, то ты просто бессильный человек. Давление со стороны других – это норма жизни. Мы никогда от этого не избавимся. Но если ты спокоен, несмотря ни на что, тебя обвиняют несправедливо. Ты этого никогда не делал и не собирался делать. Тебе просто не доверяют, а ты спокоен. Разве это не чудесно? Это возможно, когда ты понимаешь, что защитить тебя, твою справедливость, может только Христос. И когда ты доверяешь Ему, во-первых, ты делаешь двойную пользу, потому что вот этот человек, который оскорбляет тебя или обижает, он успокаивается. У него выбора нет. Потому что нет защитной реакции. Ты Ему помогаешь и сам подтягиваешься, растешь. И тебе хорошо, что и другим. Аллилуйя! Сила ваша оставаться в покое. Аллилуйя! Ибо так говорит Господь, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. И последнее, как мы можем достичь покоя и тишины? Как мы можем это достичь? Мы можем этому научиться смиренно у ног Христа. Аллилуйя! Воды тихие в книге пророка Исаии это пророческое слово о Христе. И там говорит, но вы восхищаетесь водами бурными, водами рецына, но это не мой путь. Это не принесет тебе желанного успеха и победы. Воды Иисуса Христа это воды, текущие тихо. Смотрите, как написано, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Я говорил это и повторяю, во многих сердцах и домах нет покоя и тишины, только потому, что они не научились от Христа. Они учились, но не научились. Учиться это еще не значит научиться. Научиться это иметь, научиться это делать. Поэтому, например, лично у меня, как христианина, вот покой и безмятежность Иисуса впечатляет и у Голгофы, и на кресте. Если вам не хватает покоя, мира, тишины в доме, пожалуйста, читайте это снова и снова. Почему? Потому, что истинность нашей веры, она проверяется среди страданий, испытаний и горя. Истинность нашего христианства, она проверяется под давлением среди испытаний и тревог. Поэтому, смотрите, когда Христос был у креста, когда Он умирал, то помните, один человек сказал так, это был римский сотник. Истину этот был человек каким? Праведником, человеком Божиим. Вот послушайте, Он никогда не видел никаких чудес, а вы их видели. Он никогда не слышал проповедей Иисуса, а вы их слышите. Но видя то, как Он ведет себя спокойно, как Он просто безмятежно отвечал, как Он реагировал на оплевания и удары, в конце концов, как Он умирал, этот человек именно сказал то, что Он сказал. Что истинно этот человек был человеком Божиим. Покой и безмятежность Иисуса это добрый пример для подражания для всех нас. И если вы хотите этому научиться у Христа, сегодня эта возможность есть у каждого из нас. поэтому я вас просто вдохновляю во имя Иисуса. Будьте добрым примером для окружающих и следуйте за Господом. Слово Божие нас призывает быть образцом для неверующих, то есть предвнешними, и быть светом и солью для окружающих. Поэтому послушайте, только если мы истинно следуем за Иисусом, мы ни в чем нуждаться не будем. если вас переполняют нужды, это отчасти потому, что он не является вашим добрым пастырем. Но если он ваш пастырь, если вы слышите голос, я повторяю, вы ни в чем не будете нуждаться. Почему? Потому что он будет восполнять ваши нужды. Последнее, что я хочу, чтобы вы увидели, это доброго пастыря, который заботится о нас и сейчас. Это продолжение молитвенного кемпа. Это часть нашей жизни. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злашных пожитях и водит меня к водам тихим. Иногда мы получаем хорошую пищу, но покоя в сердце нашем как не было, так и нет. Это путь в никуда. Мы должны не только кормить себя, питать себя, но мы должны прийти к этим водам тихим. Мы должны успокоиться внутри и служить благословением для окружающих. Поэтому любой другой путь, он приведет вас в никуда, к бесплодным пожитиям. У меня есть новая жизнь в Иисусе Христе. сейчас я приглашаю группу. Пожалуйста, вы можете прийти сюда, мы будем молиться. Они будут молиться вместе с нами, но потом мы продолжим поклонение через этот псалом Господь, пастор мой. Я прошу об одном, поющих и играющих, они должны играть при этом очень тихо. Еще раз, очень тихо. Очень тихо. вообще запомните для себя, что тишина является неотъемлемой частью истинного поклонения. Еще раз, я обращаюсь к поклонникам Божьим, поклонникам Иисуса. Тишина это есть неотъемлемая часть истинного поклонения. Если вы серьезно поклонялись Богу, славили Бога, но у вас не было момента тишины, к сожалению, вы не способны слышать Божий голос. Но Бог говорит к нам во время молитв наших, во время нашего поклонения. Но это происходит только тогда, когда наступает великая тишина. Я благодарю Бога за все, что мы имеем от Бога. И сейчас мы будем молиться. И когда вы будете молиться, я оставляю вас с этим стихом, сблизься же с Ним, и ты будешь спокоен. Через это к тебе придет добро. Благословение тишины – это то, что Бог предлагает тебе прямо сейчас, что ты можешь принять и уйти домой другим человеком или в другом состоянии. Ты сегодня можешь сказать вместе с Симеоном, который, как и вы, пришел однажды в храм. Многие вещи его волновали. Он не знал, что будет дальше. Он видел духовный упадок, но в какой-то момент к нему проговорил Бог, и он сказал, ныне отпускаешь меня по слову твоему с миром. Может быть, у вас духовные, может быть, материальные проблемы. Если вы получите этот мир прямо сейчас, вы будете совершенно спокойны, а Бог будет поборать за вас и устроять все сам Бог. Аллилуйя! Пусть придет и покроет нас эта благодать. Пусть придет покой и тишину в каждую судьбу и сердце. Пусть Бог исцелит наши взаимоотношения как с любящим Богом, так и с друг другом. Ему вся слава, ныне и вовеки. Аминь. Сейчас мы склоняемся все и молимся.